3 ноября 135 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. Произведение поэта требует отдельного внимания и анализа, и сегодня мы рассмотрим его стихотворение под названием «Багаж». Родился 3 ноября 1887 года в Воронеже в еврейской семье. Его отец Яков Миронович Маршак работал мастером на мыловаренном заводе братьев Михайловых. Мать Евгения Борисовна Гительсон, уроженка Витебска, была домохозяйкой. Раннее детство и школьный год Самуил провел под Воронежем, где жил его дядя, зубной врач в мужской гимназии Михаил Гительсон. Учился в Третьей Петербургской и Ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта и считал его одаренным ребенком. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского хранится стихотворение Самуила Маршака «Багаж». Оно было написано в 1926 году. Произведение рассказывает о честности и о выполнении своей работы добросовестно, а также об умении оставаться учтивым даже в самой неприятной для вас ситуации. «Багаж» — это стихотворение Самуила Маршака, знакомое многим с детства. В основе сюжета история про даму, которая, сдав багажное отделение большое количество вещей и маленькую собачку, по прибытии в Житомир получила огромного взъерошенного пса. Произведение было впервые опубликовано в сборнике «Советские ребята» и одновременно в книге «Багаж». Вспоминая об истории написания этого стихотворения, Маршак рассказывал, что приступил к нему без заранее подготовленного сюжета. На начальном этапе прежде всего его интересовала ритмика стиха. В «Багаже» была важна игра со словом. Поэт говорил, что такой вид творчества помогает детям быстрее усвоить музыку языка. Двигателем сюжета в стихотворении является многократное перечисление тех предметов, которые вместе с дамой отправились в путь. Это диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Само же произведение, напоминающее считалку, ориентированное на чтение вслух. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюс.